Итак, друзья, всем привет, с вами я, Зазепа, и это продолжение серии видео Минутка Ностальгии. Видите, мы сейчас находимся на карте Перевал. Смотрим, у нас, видите, КВ есть, они находятся на пятом уровне, да? Бац, а тут такая КВ-хо вторая стоит. Жалко, что не с фугасницей. Да, я вот сейчас просто сижу, так залипаю. Вообще отлично. Т-50 наш. Жалко, что Т-52 нет в бою, я бы его тоже хотел увидеть за столь долгое время, извините, что заговариваюсь. Ладно, вернем камеру на стандартную позицию, и, собственно говоря, воспроизведем бой. Так, увеличивать скорость. 3000 человек только играет. Что-то я не удивлен. Надо было почитать, кстати, какие изменения были в этом патче 0.7.2. Ну, знаете, игра как-то она поприятнее была в это время. Чем-то, знаете, породнее мне, что ли. Не знаю, по-моему, все эти новые добавки, что они делали, это... В основном ради оптимизации, добавления новых танков и, собственно говоря, заколачивания бабоса. Вот. Сейчас момент вообще непонятный. Ха-ха! Как он так его завернул? Непонятно. Но-то, видать, баг сервера. Или как-то... Аргументировать еще, я не знаю. Ну, во-первых, он откосил это 34. Ладно. Я уже одним глазом посмотрел этот бой. Некоторые интересные моменты могу комментировать. В-13-го не пробил. Вау. Сейчас, смотрите, чудо будет. Ха-ха-ха. Да, мир танков уже в то время мог удивлять. У меня больше в конце поразило. В общем, поразило. Сейчас такой результат очень сложно достигнуть. Когда дойдем до этого момента, я их расскажу. Везучий какой-то КВ-13. Стоит себя весело на гусельке и думает. Ехать мне, не ехать. Отстреливаться, не отстреливаться. Видите, голдой тогда раньше КВ-13 не стреляли. Это было очень затратно. Я уже не помню, блин. По патче там голду сделали, что она пришла за реальные деньги, а не за серебро. С повышенной стоимостью. Как я вижу, Т-59 не возит голду. Ну да, это, наверное, то самое время, когда еще голда была лишь за реальные деньги. Кто-то хотя бы тогда еще никто не срался, типа, ты голдой стреляешь. Не было еще тогда всех тех вододелов, по-моему. Жовов там, газоров. Которые плакались от артилей, или из-за... Вообще из-за голды там обсуждали вопросы. Хорошо это или плохо. Хотя, может, и были. Скажем. Видите, КВ-5 еще, когда голды как таковой не было. Сделал бы бэхами. Вообще не пробивал. Наш Т-59 не промах, знает куда ему долбить. Что им напасись ли. Да, это были жесткие моменты, когда вот... КВ-5, Т-59, Т-34, Говик. Это были ветераны, которые могли хоть что-то. Сейчас уже до ужаса занерфлены. Кто-нибудь типа 59-го он мне. Не знаю, он мне нравится. Насчет КВ-5, Говика. Это танки уже редиски. Ну, если в тот момент я играл на этой КВ-5, и я бы, наверное, просто на него скатился бы и нахрен раздавил этого типа анаглова. Не сообразил он вовремя. Хотя, мне интересно взглянуть, кто там сзади за нашим типом 59-м. Ну, как вы видите, обычный безобидный КВ и тигр. Вполне себе можно было зарашить. Ладно, продолжаем. Так, все, камера закреплена за нами. Увеличим скорость, пока он здесь доедет. Да, этот самый проезд. Чувак пишет, тип стал прочнее, по-моему. Знал бы он, что его реплей будут смотреть через 3 года. Удивляться, как же здесь все сделано, как же здесь хорошо, я не знаю. КВ-1, который сидит на горе. Ах, та что-то снизу забыла. Если они так разменулись. Разменулись. Давайте. Не, сколько снормально было. Показал, что на полторахе стоит. А всем пофиг. А кто-то стреливает сзади тип, они видели, что там прорвали. Не, надо стоять там дальше на горочке, там настреливать, фиг пойми по кому. Как видите, штук не может пробить. Даже находясь сверху. Типа 59-го. Хороший был танчик в свое время. Повторял, повторяю, повторять буду. Уже 6 врагов наколол. Собственно говоря, мы и приближаемся к развязке. То, что я хотел сказать. Там мы находились на перевале, примерно на квадрате D7. Как видим. Кстати, вот я могу переключить камеру, допустим, на квадрате D7. К сожалению. Дана. КВ, который решил встать. Вот, собственно говоря, мы и подобрались. Как видите, опыт даже X2. 3000. Кредиты. 100 косарей. Ремонт 5000. Прошу заметить. 333 хп из 1300. Это какая часть? Правильно. 1 четвертая. Ремонт всего 5000. Табличка еще старого вида. Какая она была изначально. Нет там полного результата. Там рамочки, галочки. Все это не нужно. Эту игру полюбили за простоту. И за такую минималистичную, в общем-то, красивость и просто играбельность. Как вы знаете, как, допустим, Counter-Strike 1.6. В него же до сих пор еще играют. Да, там, может быть, ну, это киберспорт, как говорится. Игра развивалась первоначально в этом направлении. То, что у нас превратилось сегодня, это просто страх и ужас. Так что, если вы поддерживаете мои взгляды, обязательно ставьте лайк, подписку. Мне будет очень приятно. Всего хорошего. Пока.